всем добрый вечер мы начинаем свой первый вебинар презентацию можно назвать в этом году 2016 сегодня 15 февраля меня зовут сергей богдасаров многие наверно меня знают я буду рад познакомиться с каждым из вас в отдельности через интернет оффлайн онлайн вот данный вебинар посвящен кооперативу зеленая дорога и всем его программам кабинар вебинар будет обзорный то есть не будет подробно не будем подробно на на чем-то останавливаться вот и для начала вебинара я еще раз хочу уточнить как меня слышно это первое поставьте пятерочки шестерочки кому что удобно следующее пожалуйста кто впервые вообще на подобном вебинаре поставьте единичку так замечательно но еще раз повторю многие не написали просто не пишут имя не пишут город не фамилию неудобно я прошу следующий раз пожалуйста писать фамилию и желательно откуда вы чтобы видеть нашу географию то что нашему кооперативу 12 лет наверное уже многие знают но для того чтобы наш вебинар был более красочным и интересным я предоставляю словом и виде азаровой это наш вышестоящий наставник она расскажет о кооперативе знает давно она по юрист по образованию и достаточно развитый такой в широком диапазоне человек прекрасная женщина с ней просто приятно общаться не только онлайн и оффлайн ирина передаю вам слово я сейчас отключаю свой микрофон включаю ваш добрый день дорогие друзья спасибо большое я хочу сказать сергей за микрофончик прежде чем я начну говорить я хотела бы проверить как меня слышно пожалуйста оцените по бессибальной системе как меня слышно чат поставьте пожалуйста десяточку раз два третий но сначала проверяем звук так вижу что валентина отлично 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 замечательно и так как я как сказал сергей мы начинаем серию вебинаров которые которые будем говорить про про наши про наш кооператив про новости да отвечать на все ваши вопросы в принципе на такие мероприятия вы можете приводить ваших друзей приводить ваших знакомых эти мероприятия будут регулярные я думаю каждый понедельник 8 часов в принципе мы будем сергеем проводить эти мероприятия вот сергей переключает слайды слайд конечно очень красивый да написано 28 преимуществ ножки зеленая дорога если можно сергей гляньте на первый слайд первого пункта пока переключаются слайды я вообще расскажу я видела что большое количество людей у нас пришло на этот вебинар первый раз поэтому мне бы хотелось во первых рассказать что такое ножка зеленая дорога ножка зеленая дорога и как это переводится такое интересное название ножк это значит некоммерческая организация жилищный кооператив зеленая дорога для чего она была создана она была создана в 2003 году инициативной группой из нескольких человек там было четыре учредителя для чего это потому что они оказались в ситуации когда они снимали жилье в москве и достаточно долгое время и у них не было возможности платить деньги скажем так то есть не было возможности купить жилье за свои наличные деньги а в то время была ипотека более 25 процентов годовых соответственно не было возможности оплачивать эту ипотеку поэтому в 2003 году была создана организация которая называется некоммерческая организация жилищных оператив зеленая дорога а почему такое длинное странное название потому что сам принцип не отражается сам принцип некоммерческая организация то есть организация которая не извлекает прибыль если можно сергей можно на слайд номер два я бы хотела конечно рассказать о преимуществах преимуществах некоммерческой организации жилищных оператив зеленая дорога могу сказать что это уникальная организация а почему уникальная потому что на сегодняшний день именно такого типа кооператив создать фактически невозможно а почему невозможно потому что в 2004 году был изменен закон и соответственно теперь все кооперативы которые создаются они считаются соответствием законам от 2004 года являются накопительными либо если можно остановим верни на слайд назад Сергей можно на один слайд назад верну так видимо слайд не слушается Сергея и сейчас такую организацию фактически юридическую такую правовую форму создать нельзя но тем не менее значит эта организация была создана в принципе для нас для того чтобы решить наши жилищные проблемы можно да вот Сергей вообще выключится кайде хорошо извините за технические неприятности которые возникают периодически но тем не менее в чем преимущество нашего кооператива потому что в последнее время большое количество людей обращается и говорит смотрите кроме вашего кооператива существует очень много кооперативов других вот давайте мы посмотрим и я вот на прошлой неделе вот просто стала перечислять преимущества и когда я стала перечислять оказалось пунктов достаточно много вот давайте мы рассмотрим эти преимущества первое наши программы доступны для всех возрастов начиная с 18 лет и без ограничения по возрасту получается если банковские да какие-то займы или вклады ограничены да работа с банком ограничена возрастом то в данном случае мы покупаем квартиры скажем так из глубоких пенсионеров вот в прошлом году даже не в прошлом в прошлом году была куплена квартира метро Домодедовская метро Домодедовская женщине которой 75 лет исполнилось поэтому как бы мы на факте показываем что наше преимущество есть второе второе преимущество минимальные накладные расходы если вы действительно углубитесь к изучениям всех тарифов и всех всех других кооперативов то увидите только благодаря тому что у нас не коммерческая организация только благодаря тому что она была организована в 2003 году нам удается сохранить эти минимальные накладные расходы все другие кооперативы которые были созданы после 2004 года они это сохранить не могут потому что по закону они обязаны вносить все члены специальные реестры и за этот реестр государство берет деньги поэтому у других кооперативов накладные расходы в разы больше обратите на это внимание третье кооперативы благодаря своим программам существует несколько несколько программ несколько тарифных пазов благодаря этому люди даже со скромными доходами со средним достатком ниже среднего могут приобрести жилье да вот как я говорила пенсионеры пенсионеры которые живут на одну пенсию фактически могут приобретать жилье дальше можно приобрести любую недвижимость на территории России ограничений нету минимальный пакет документов при вступлении то есть фактически вам требуется только пастор дальше полная белая прозрачная схема приобретения жилья самое интересное что с этой схемой приобретения жилья вы можете ознакомиться до вступления в кооператив эта схема прописана в договоре положения для этот договор положения он видит на сайте вы можете его открыть и посмотреть дальше возможно выплачивать беспроцентную сумму длительное время 10-15-20-25 лет но поверьте мне такой длительный срок фактически не нужен потому что эта система не такая как в банке что выдается 2-3 стоимости квартиры вы можете очень легко отдавать свою сумму за более короткий срок очень комфортными платежами и вот восьмой пункт комфортные ежемесячные платежи в зависимости от индивидуальных возможностей то есть если вы не можете платить большую сумму вас никто не заставит если вам комфортно платить 20 тысяч 25-15 тысяч то ваш платеж не будет 30 понимаете то есть здесь сделано специально все для того чтобы вы с радостью вселяли свои квартиры с радостью платили эти платежи и с радостью покупали следующие квартиры девятое подбор тарифов в зависимости от вашей индивидуальной ситуации вы знаете мы в нашей жизни у каждого бывает как говорится вот моя ситуация вот только такая и у кого больше нет да и на самом деле тарифы сделаны так чтобы каждый человек вот независимо от того какая нибудь ситуация может быть он снимает жилье может он живет в своей квартире маленькой может быть у него есть ипотека может быть он содержит детей студентов родителей и так далее и так далее у него нет большой суммы денег может быть наоборот он способен в какой-то период зарабатывать большие деньги а потом у него будут маленькие платежи то есть в каждом индивидуальном случае подбирается специальный тариф специальная программа для этого человека комбинируют разные программы именно для него следующее заим выделяется при накоплении пая от 10 до 50 процентов ну вы знаете вот как бы мы написали 10-50 процентов но на самом деле у нас были случаи в 2007 году была куплена квартира за 6 миллионов а при том что человек накопил всего лишь 190 тысяч то есть это меньше меньше 10 процентов поэтому программы есть разные если вы будете постоянно ходить на наши такие мероприятия наши то вы узнаете о том что существуют такие программы и что необходимо делать для того что даже в том случае если у вас нет больших накоплений что нужно сделать чтобы получить вот этот вот беспроцентный зал дальше у нас нет никаких ограничений для того чтобы сдавать купленное жилье вы знаете что те кто берет ипотеку или работает банком у них стоит ограничение банк не позволяет искать туда арендаторов сдавать это жилье у нас таких ограничений нет поэтому если вам есть где жить и вы приобрели жилье вы можете это жилье сдавать и фактически оно будет окупать себя потому что во первых займ без процентов платежи у вас будут небольшие и те платежи которые вам будет платить ваш арендатор и квартирант и вполне хватит погасить суду еще что то оставим очень многие пенсионеры члены кооператива пользуются этим и великолепно сдают свои квартиры еще иметь при покупке так возможность прописать всех членов семьи и не только да действительно вы можете прописать в жилье в том жилье в ту квартиру или в том доме который вы купите всех членов семьи и соответственно внеся и долгого безвозьменного пользования если у вас долгого безвозьменного пользования если вы собственник конечно никаких ограничений в данном случае поэтому прописыпь и поехали прописывается члена семьи если к вам при sitten Familien одни родственник, седьмая вода на киселе, как говорится, и он очень вас попросил, и вот эти сердобольные разрешили, то это тоже возможно. Дальше. Вы можете... Бывают ситуации в жизни совершенно разные. Допустим, вы являетесь государственным служащим, либо вы стоите в какой-то социальной очереди, либо вы военный, полицейский и так далее. Очень часто полицейские в какие-то категории людей очень боятся, говорят, мы стояли 20 лет в социальной очереди, нам должны дать квартиру, мы сейчас к вам вступим, получим и потеряем то. Нет. В данном случае недвижимость оформляется на свое имя кооператива, то есть кооператив для этого собственника, ваше имя нигде не светится, либо по секрету вам скажу, многие, даже из ФСБ пользовались эти возможности, и у нас только получено выплачивают суммы. Эту соду на эту квартиру. Иметь две квартиры, три квартиры. Так, дальше. Все деньги в квадратных метрах. Вы знаете, вот то, что все деньги в квадратных метрах, это один из критериев надежности, один из критериев гарантии, что эти деньги украть нельзя. Потому что на счету в банке собирается сумма, равная только стоимости одной квартиры. И как только набралась эта сумма, соответственно, она сразу перечисляется тому, кто передает, то есть за покупку квартиры, и на счету опять ноль. То есть руководство не может украсить эти миллионы. Вот, и все деньги за столько лет, сколько существует кооператив, более 12 лет, все деньги в квадратных метрах. То есть они не висят где-то, их невозможно взять и украсть. Если можно, Сергей, следующий слайд, пожалуйста. Значит, на следующем слайде вот 15-й пункт, он мне очень нравится. Я надеюсь, что этот пункт, конечно, мы изменим в этом году, но это большое-большое преимущество. Каждый месяц у нас покупается квартира. Почему я говорю, что это большое преимущество? Потому что на самом деле МОЖК некоммерческая организация, жилищный кооператив, достаточно маленькая организация. Так как это не коммерческая организация, денег на какую-то рекламу, о том, что многие об этом знали, не было. И все деньги, которые поступали, не все расходовались на покупку квартир. И членами, членами кооператива сейчас является порядка 500-520 человек. И вот такая маленькая группа людей умудряются каждый месяц покупать квартиру. То есть я считаю, что это очень большое достижение. С 2003 года более 12 лет мы работаем, и более 12 лет покупаются квартиры. То есть все эти кризисы, повышение цены, все то, что лиховадило нашу страну столько лет, вот и читая с 2003 года, мы все вынесли, как говорится, в этой зеленой дороге мы все прошли по этой зеленой дороге. И в результате каждый месяц у нас покупается квартира. Дальше. Следующая гарантия надежности это безналичный расчет. То есть вам не нужно кому-то приносить эти деньги. Нигде в офисе не стоит охрана, нет никаких сейфов. Все деньги идут безналичные через Уралсибанк. То есть это достаточно надежный и крупный банк. И осуществляются безналичные платежи. Как только вы вынесли деньги в пае и, допустим, в членские взносы, соответственно, в личных кабинетах вы видите, какую сумму вы внесли, и таким образом у вас накапливается ваши платежи. Поэтому все здесь прозрачно, открыто, и вы сразу это видите. Дальше. Вступительный взнос. Учитывая то, что вступительный взнос достаточно маленький, тем не менее, существует категория людей, которые не могут оплатить его сразу. Мы все разные. И учитывая все это, есть возможность заплатить вступительный взнос в рассрочку в течение 90 дней. То есть разбить его на 3 части. Опять же, каким образом разбивать его на 2 части? В данном случае вы решаете сами. То есть, ну как с вами, вы пишете заявление на имя председателя и говорите, я хочу первый месяц внести 20, потом 30-30, допустим, либо каким-то другим образом. То есть вот такая возможность у нас есть. Дальше. Вот 18 пунктов, в принципе, это большая-большая гордость. Гордость, особенно Олега Анатольевича, председателя Некоменческой организации шеречных кооператив «Зеленая дорога». Почему гордость? Потому что членский взнос 600 рублей. Этот членский взнос был определен еще в 2003 году. И вот сейчас у нас на дворе 2016 год. Прошло 12 лет с хвостиком. И с 2003 года членский взнос не менялся. И, вы знаете, вот это вот, как бы, наша такая политика, наша, ну, скажем так, гордость, что этот членский взнос, членский взнос, членский взнос, он меняться не будет. Это ежемесячный членский взнос, меняться он не будет. То есть 600 рублей. Ну, поверьте мне, 600 рублей в 2003 году и 600 рублей сейчас, конечно, разные деньги. Но, тем не менее, вы знаете, как буханка хлеба за 13 копеек. Вот так вот эти 600 рублей будут всегда. И еще, следующий пункт. Мы работаем более 12 лет, я, конечно, каждый раз об этом говорю с большой гордостью, потому что в 12 лет покупаются квартиры совершенно разным людям, совершенно с разными доходами, совершенно разными в разных точках России. И это очень здорово. Дальше. При каждой сделке, при каждой покупке жилья идет проверка налоговой. На самом деле проверяется эта некоммерческая организация тремя инстанциями. Во-первых, проверяет банк, куда уходят деньги с расчетного счета. Мы знаем, что в последнее время, особенно последние два года, большое количество банков банкротится. Центробанк проверяет каждый банк. Если, не дай Бог, будет какое-то подозрение, что идет нецелевое использование, то, соответственно, банк очень будет, у банка могут отобрать лицензии. Соответственно, банк очень серьезно следит за своими клиентами, в том числе, как бы и за нами. Мы являемся некоммерческой организацией жилищных кооперативов. Уставной целью, уставными, мы можем расходовать наши деньги только на покупку жилья. Соответственно, с расчетного счета деньги, кроме как на покупку жилья, снять нельзя. Поэтому, как бы, вот здесь банк проверяет, налоговая проверяет, и дальше при регистрации недвижимости регистрационная палата тоже проверяет на, скажем так, законность, надежность и прозрачность, чистоту каждую сделку, в том числе и всех, кто участвует в этой сделке. Дальше, большой-большой плюс для тех людей, которые в какой-то момент откладывали, откладывали пай, но изменилась жизненная ситуация, например, девушка собирала, собирала, или женщина собирала деньги в пай, вышла замуж удачно, мужа три квартиры, а мне квартира больше не нужна. Соответственно, что происходит? Она говорит о том, что ей не нужна квартира, и она свою пайль выбирает. Вот пай у нас возвратный, пай можно забрать. Дальше, выбор недвижимости по желанию члена кооператива. Значит, почему этот пункт настолько важен? Потому что очень часто бывает, что кооперативы создаются для продвижения какого-то чужого бизнеса. Допустим, они строят какие-то коттеджи, строят какие-то дома, или, вот я встречала кооперативы, которые имеют отдельный завод, который строит дочные дома, вот такими прям блоками, секциями, да, и, соответственно, они вынуждают членов этого кооператива покупать вот жилье именно вот в этом месте, или вот такого типа, или вот такое, или такое, то есть есть счетные ограничения. Вот здесь у нас этого нет. То есть член кооператива за эти деньги может выбрать любое жилье. В любой точке России это может быть земля, это может быть дом частный, это может быть малоэтажное строение, это может быть многоэтажное строение, это может быть квартира и так далее, и так далее. То есть фактически его никто не ограничивает. И это очень здорово. Единственное ограничение, сделка должна быть, скажем так, легальной и недвижимость должна быть чистой. от всяких притязаний других лиц, потому что мы заинтересованы в том, чтобы эту квартиру никто у вас не забрал. Поэтому каждый раз сделка проверяется на чистоту. Кстати, вот это и есть 28-й пункт, что каждая сделка проверяется на чистоту. Чтобы не получилось так, что у вас в какой-то момент вдруг забрали вашу двигатель, а потом забрали квартиру. Если вы помните, в середине 2000-х годов была ситуация, когда люди покупали квартиру у застройщиков, застройщики вдруг банкротили или были нечестными на руку и продавали одну квартиру дважды или трижды. И очень многие люди оставались без квартир. Так вот, работая в этих условиях, у нас не было ни одного члена кооператива, который вдруг бы потерял свою квартиру. Поэтому здесь к этому очень серьезный подход, и здесь это все проверяется. Дальше. Вы имеете возможность переуступки пая и возврата вступительного взноса. То есть, если в какой-то момент вдруг вы передумали, или жизненная ситуация сложилась так, что вам не нужно, значит, вы можете на ваше место поставить другого человека, кому-то другому порекомендовать эту возможность. И фактически вы переступаете ему свой пай и свой вступительный взнос. Дальше. Мы подчиняемся гражданскому законодательству, соответственно, пай передается по наследству, и сохраняются все, те права человека в соответствии с наследственным законодательством. Так, возможности выкупа из ипотеки. Ну, про эту возможность еще расскажет Сергей, но на самом деле это уникальная возможность, которая позволяет людям, которые, ну, в ипотечном рабстве, по любому не скажу, которые вынуждены отдавать банку две-три квартиры, в какой-то момент выкупить их из ипотеки. И им выдается беспроцентный взнос, и они продолжают уже отдавать только тело кредитов, только те деньги, что они реально брали у банка. Кроме того, у нас существует программа лояльности для тех людей, которые активны, и приглашают, по их рекомендации приходят другие люди и тоже вступают в кооператив. Ну, эта программа похожа на программу банков, да, накопи свои мили и так далее, и так далее. То есть здесь существует программа лояльности, бонусная программа. Ну, и, соответственно, о нашей чистоте, о нашей легальности, о наших гарантиях, конечно, говорит вот этот пункт, что возможно использовать материнский капитал, потому что, поверьте мне, для того, чтобы материнский капитал использовать, нужно огромное количество материалов, справок, и государство опять проверяет, куда уходит материнский капитал. К этому пункту государство подходит очень серьезно. Если бы у нас были какие-то нарушения, либо какие-то, скажем так, неправомерные сделки, то, соответственно, вот материнский капитал невозможно было бы вкладывать в эту недвижимость. Тем не менее, тем не менее, у нас это возможно, и очень часто, очень часто это происходит. На самом деле, на самом деле, материнский капитал можно вложить в недвижимость. Вот. Это всего лишь какие-то 28 пунктов. На самом деле, если задуматься, этих пунктов может быть намного больше, намного больше. Но все эти пункты говорят о том, что в кооперативе работает длительный срок, и, соответственно, говорит его надежности, о том, что он имеет определенные серьезные преимущества перед другими кооперативами, которые существуют на рынке. И самое большое преимущество, что он является некоммерческой организацией, что он не извлекает прибыль, и все деньги, которые расходуются, они расходуются в соответствии с уставными целями на покупку жилья. На покупку жилья. Другой цель быть не может. И, соответственно, концепция, концепция, скажем так, миссия, это доступное жилье, это возможность приобрести жилье людям, даже с очень маленькими доходами, с достаточно маленькими, с маленькими доходами, со средними доходами, потому что этой категории людей, у которых скромные доходы, им достаточно сложно, и получается, что банки, банки, когда дают ипотеку, во-первых, не каждый возьмет, во-вторых, это все эти кабальные сделки, по-другому не скажу, потому что под те проценты, которые сейчас выдаются, и которые выдавались ипотеки, особенно долларовые ипотеки, валютные, это, конечно, очень-очень приспорно, что у нас такое количество существует. Поэтому миссия, миссия зеленой дороги, как бы дать зеленую дорогу всем, зеленый свет всем, чтобы любой человек мог купить себе квартиру, независимо от того, какой у него доход. И все программы, и все тарифы, и вся работа этого кооператива направлена на выполнение вот этой цели. И список людей, которые уже получили жилье, счастливых обладателей, счастливчиков, которые живут в своей квартире, говорит о том, что там совершенно разные люди, совершенно разного достатка, совершенно разные, которые работают на разных работах, начиная, как говорится, от самых-самых простых нужностей, до самых-самых секретных, как мы говорим, из ПСД. Поэтому это очень важное, опять же, преимущество и критерие множества зеленой дороги. Я бы хотела сделать маленькую паузу и спросить вас, есть ли какие-то вопросы по преимуществам. Поэтому, если есть вопросы, вы поставьте, пожалуйста, плюсик, и я буду знать, что нужно подождать, и отвечу на ваш вопрос. В том, вы напишите вопрос. Если вопросов нет, мы пишем минус, и я тогда передаю слово Сергею Богдасарову, который расскажет вам «А еще одной уникальной возможности», которая существует, «А еще одной уникальной программе», которая существует в «Зеленой дороге». Сергей, он, можно так сказать, по сравнению с другими членами «Ножки зеленая дорога», он достаточно недавно влиялся в наш коллектив, в коллектив вот этих вот членов кооператива, но при этом за такой короткий срок он дал очень большие, очень хорошие результаты. И я бы очень хотела, чтобы он рассказал о своих результатах, рассказал о том, что он делает, для чего он сюда пришел. Но я должна понимать, что у вас нет вопросов. Пожалуйста, если есть вопросы, ставим плюсик и пишем вопрос. Если нет вопросов, пожалуйста, минусы. Я жду ваших плюсов либо минусов. Может быть, стоит что-то прокомментировать. Очень прошу вас делать это как-то активнее. Так, вижу только три минуса. Остальные что, пошли пить чай? И не вернулись? Так, хорошо, еще. Так, хорошо. Ну, вижу, что все-таки все понятно. Отлично, отлично. Ну, вижу, что у нас есть активные слушатели. Когда будет розыгрыш призов? Сегодня мы об этом скажем. Сегодня об этом скажем в конце. Поэтому ждите, пожалуйста, мы сегодня об этом расскажем. Кроме этого, кроме того, что когда будет розыгрыш, мы еще расскажем новости. То, о чем еще никто не знает. Поэтому ждите все будет. А сейчас я передаю слово Сергею Бактасарову, где он вам расскажет о еще одной супер-возможности. Как меня слышно? Поставьте плюсики, пожалуйста. Нормально? Все, спасибо. Ирина Дмитриевна, огромная благодарность вам. Мы с Ириной практически каждую неделю встречаемся в офисе. Вот, я два слова скажу о кооперативе. Как видите, сейчас на заставочке первая наша конференция. Это первая конференция практически клуба. За 12 лет никогда не проводились конференции. Было много разных других мероприятий, но конференции не было. Вот мы с Ириной выступаем, как вы видите. про конференцию. Ирина, наверное, скажет попозже, да? Или я, наверное, скажу, да, Ирина? Я хочу вам сказать, да, про конференцию, наверное, я все-таки расскажу два слова. То есть прошла конференция, конференция прошла 6 декабря. было достаточно насыщенное мероприятие. Мы не ожидали. Было более 100 человек. Это хорошо. Приехало много людей из других городов. С Петербурга, с Воронежа, Серпухово, это как бы недалеко. Но были и другие города. Было приятно видеть многих. Вот сейчас на слайде практически вся моя команда, наша команда, так сказать, да? Вот здесь руководство. Вот есть отдельные фотографии. Фотографий много, около, наверное, более тысячи фотографий есть с конференции. Потому что был еще банкет. Вот на данной фотографии то есть мы с руководством. И вот отдельные есть фотографии. То есть просто так конференция, наверное, не проходила бы. Это был какой-то этап. Все-таки 12 лет, может быть так, в году 12 месяцев какой-то этап, какой-то своя спираль прошла, да? В общем, интересно все. И видите, по истечению 12 лет создался клуб. Сейчас об этом я скажу несколько слов. То есть вот на этом слайде вознаграждение мы не ожидали. Многие получили по одной, по две. Кто-то получил по три номинации. Я получил четыре номинации. Оценили мою деятельность. Ну, вся моя деятельность, которая здесь есть, я сразу ее приношу всей своей команде. То есть благодарность всем, очень активным, не очень активным, все равно это труд всей команды. Поэтому мы сильны своей командой. То есть каждый из нас создает свою маленькую команду, и она вливается как бы в нашу большую. Поэтому я очень рад, что приезжали люди из других городов. И кто-то вообще только... Да, это огромная счастливая семья. Это, ну, вообще день был такой торжественной записи. И все уже выложено в интернете. Вот. Поэтому клуб, так сказать, только родился в июле месяце. И, естественно, уже в декабре прошла конференция. Это, ну, просто достижение космическое, я так считаю. Что такое клуб? Прежде всего, это какое-то место встречи по каким-то единым интересам. В данном случае наши все интересы в одном, да? Это недвижимость. Для меня недвижимость, для моих детей, для внуков, для близких, для знакомых. Люди не все понимают, вот, не верят. Но то, что Ирина благодарна сей, что она рассказала о надежности, я когда-то выделил, там, ну, штук 10, может, преимуществ, может, меньше даже. Ирина выделила сейчас 28 преимуществ. Это только по кооперативу. По клубу еще преимуществ не расписывали. Так вот, Олег Анатольевич, как вы слышали, 600 рублей, это, правда, важно, ну, нужно это, как бы, понимать, ценить, что 600 рублей членство кооперативе. На это членство живет всего 3 человека. Олег Анатольевич Маслов, замправления и бухгалтер. Сейчас только недавно взяли четвертого. Это благодарность клубу, что клуб появился, приток денег, больше работы. Взяли четвертого человека. Это поэтому офис-менеджер, работы много. И клуб сделал такой толчок. Для чего нужно создан был клуб? То есть, как вы видите, это малоимущные, малоимущные семьи и люди с малым достатком. И при том, как вы понимаете, что получить суду беспроцентную без справок можно. Это реально, это я, я прихожу в офис, один из немногих, кто сейчас в чате находится, и я постоянно в офисе, и видно, что именно так происходит. Поэтому клуб был создан для тех, кто, имея всего небольшую сумму, может получить жилье. Естественно, программа узаконена. На это есть свидетельство. Я сейчас здесь не буду показывать это свидетельство. Оно реально есть. Естественно, сегодняшний вебинар такой обзорный о кооперативе, о клубе. Ну, еще кое-что мы сейчас поговорим. Потому что если все это разделить, весь вебинар сегодняшний, то, что сейчас сделано, и в течение еще получаса это будет, то поймете, что это несколько часов. Поэтому потом будут уже отдельные, отдельные части, где-то мы будем изучать более глубоко маркетинг, по кооперативу, по клубу, по тарифам. Много-много-много будет. Поэтому сейчас я немножко кратко останавливаюсь о клубе. Все данные слайды выполнены мной. Уже давно что-то сегодня обновилось и так далее. Поэтому я загорелся этим в июле месяце. Сразу. При той же встрече, когда 4 июля познакомился с Олегом Анатольевичем Масковым. После этого я не выхожу из клуба. Понимаете? То есть моя нога там, постоянно там. Раз в неделю, это минимум я там. Минимум. Поэтому горю желанием, чтобы все мои близкие, знакомые, вы сейчас как моя одна семья, кто уже знает, чтобы все получили желаемый результат. После того, как вы получите этот результат, я 100% уверен, что на этом не остановитесь. Будет постоянный заработок. Реальный постоянный заработок. Не буду говорить цифру, но примерно может быть 2-3 миллиона в год зарабатывать. Понимаете? Потому что клуб будет расти. На данном слайде, видите, в клубе партнерка. Просто партнерка. Членство любого клуба, оно заключается, естественно, в каком-то материальном содержании. То есть члены платят. Где-то есть клубы по футболам, по косметике, еще какие-то клубы, разные интересы. И там огромные, там нету месячные, там, скорее всего, за полгода или за год заплатил 100 тысяч рублей три члена клуба по бизнесу и так далее. Ну, есть, конечно, в месяц. Но тысячу рублей в месяц таких членских вносов я не встречал за свою жизнь. Поэтому здесь обычная партнерка с первого уровня. Во-первых, прежде всего, когда человек первый вступил, ему тысяча возвращается. Его тысяча расходится вверх по его пятим вышестоящим наставникам, или спонсорам, как удобно называть. И его же тысяча ему вернулась. Это подарок от президента клуба. Олег Анатольевич, он является и президент клуба, и председателем кооператива Бессменный. Со второго, с третьего, четвертого уровня по 100 очков. С первого уровня вам от вашего человека приходит 200 бонусных очков. Это равно 200 рубля. С каждой проплатой вовремя оплаченной вам еще возвращается 100 бонусных очков. То есть у меня вот точно так же. Бонусных. Я оплатил тысячу, мне 100 вернулось. Понятно, да? То есть поэтому практически все деньги уходят на структуру. Я думаю, здесь все легко, все просто. Данная программа официально имеет свидетельство. В июле не было свидетельства. Свидетельство получилось позже, оно есть. Уже некоторым я в регионы выслал эти свидетельства. И кто знает, тот может подтвердить. Дальше. Еще раз об ипотеке. То есть когда я пришел, еще клуба не было. Только-только вот начал делать шаги. И как раз такое хорошее время я попал. Я благодарен Виталию Йоргову, который открыл мне эту дорогу. Благодарен Ирине Азарову, с кем я встретился. То есть я увидел прежде всего, конечно, В Ирине Азарову, потому что она здесь. И пример хороший, как она получила за 11 месяцев свое жилье. Это реально. Имеет сейчас несколько очередей. Но самое главное, что антиипотека существует. То есть в России нет такого. Ни один юрист никогда не может защитить. Понимаете? Да. То есть нельзя защитить. Потому что все, договор есть. Тем более сейчас люди, которые в валютной ипотеке. Вы представляете, какой у них кошмар? Это просто что-то невразумительное. Да? В валютной ипотеке. Курс какой? А здесь антиипотека. То есть я реально уже видел людей, которые снялись с ипотеки. Их. Они вместо 13 миллионов платят свои 4 миллиона. Понимаете? Все остальное им снял руководство. То есть оплатили. Есть условия. А есть люди, которые через клуб снимают им ипотеку. То есть в клубе у него зарабатываются бонусные очки. Накопились 30 тысяч очков. 15 тысяч. Они гасятся в ипотеку. Будет больше, значит будет больше. Накопится какая-то определенная сумма. Естественно, выкупят его ипотеку. Человек уже не будет эти огромные проценты платить банкам. То есть обязательно имейте это в виду. Потому что людей приглашать нужно не только на покупку недвижимости, но на то, чтобы людей вытащить из этой финансовой петли. И еще тех, которые в эту петлю хотят влезть. Так. Спасибо. Значит, о клубе немножечко рассказал. Да немножечко, потому что более подробно будут сейчас вебинары. Будем их часто проводить. Только по тарифу, по клубу конкретно. То есть где-то может не будем делать мотивационные какие-то вебинары там или преимущества кооператива будет чисто по клубу. И клуб, Олег Анатольевич, такой генератор идей. Понимаете, вот человек, который обладает огромным талантом и с каким-то периодом у него раз что-то приходит. Он за все это время 12 лет было создано несколько программ. То есть тарифы. Программы, тарифы практически одно и то же. Так вот, клуб это является программой кооператива. А есть тарифы в кооперативе. Об этом чуть попозже сейчас скажет Ирина Дмитриевна, Зарова. Но и вот эти был такой тариф любимый там. Там есть перспективные тарифы, потешные, другие-другие тарифы. И вот когда создался клуб, Олег Анатольевич буквально через короткое время создал кооперативный тариф любимый. Он его переработал, реконструировал, можно сказать, и превратил тариф любимый плюс. На вашем экране вот этот слайд я сейчас немножечко его затрону. О нем подробно практически еще мы не говорили. Говорила Ирина, говорила на конференции, говорила на своих вебинарах вот за это время, может, месяц-два говорила. Но мы на нем будем останавливаться более подробно. Потому что если считать клуб это хороший такой фирменный автомобиль Мерседес, там такого примерного класса, или Вольво, или еще что-то, то тариф любимый это просто космические технологии. Здесь очень быстро, за короткое время можно получить жилье, причем за него не надо брать суду. Понятно, да? Вот уже в моей структуре достаточно около 20 уже человек, которые зашли в тариф любимый плюс. Какие его основные преимущества, которые я, например, для себя сразу увидел? То есть, прежде всего, могу сказать, что я являюсь членом кооператива благодаря своей команде, благодаря тому, что появилась вот эта возможность не платить 80 тысяч рублей единоразово или даже в расстрочку. Это тоже хорошая сумма. Для кого-то она маленькая, для кого-то нет. 80 тысяч вам скажу, не маленькая сумма, но в течение трех месяцев разрешается оплатить. Но я ее не платил вообще ни копейки. То есть, за счет баллов, которые бонусных очков накопили еще меня в клубе, я стал за короткое время членом кооператива. И когда появился тариф любимый плюс, уже все люди, которые вступили в тариф любимый плюс, естественно, стали членами кооператива, не оплатив вступительный снос. Как видите на этом слайде, вступительный снос, это даже последняя строчка, мы все равно платим, потому что законно нельзя не платить. Но это уже в конце. После того, как будете приобретать займ, после того, как выдача займа, будут бонусы очки, и с вас просто спишут эту сумму. В тот момент ее даже незаметно будет. И вот основное преимущество, то есть, как вступается, то есть, вступаем мы в тариф влюбленный плюс. Оплачиваем 12 тысяч единоразово с момента принятия решения. Оплатили членский взнос в клуб, что каждый месяц платим, что единоразово сейчас. Все. Открылась дверь, об этом я вам покажу сейчас на следующем слайде, давайте здесь покажу. То есть, открылась дверь, мы стали членами кооператива, при этом приняли решение, оформляем документы, все, мы уже приняты. То есть, понимаете, такая возможность, 80 тысяч не платишь. После этого, после оформления документов, 600 рублей членский оплачиваем кооператив, мы стали уже членами кооператива, и накопительный боевой взнос, минимум 5 тысяч. Конечно, 5-10 тысяч это минимальная сумма, это деньги за ваше жилье, за то жилье, за которое я все равно буду отдавать деньги. Я их отдам или из кармана, или бонусами. То есть, в любом случае, эти деньги, они ваши. Естественно, куда эти деньги расходуются, они все равно на ваше жилье. Но, здесь кратко расскажу, кратко, то есть, есть такое понятие, асун, это общая сумма условных накоплений, да, повторяю, то есть, вот эти деньги, они накапливаются для команды. Поэтому, сегодня я не буду подробно говорить о любимом плюсе, только обзорно, что это существует. То есть, подобной программы, подобного тарифа не существует в России. Это просто ноу-хау. Это реально ноу-хау. Даже сама по себе касса взаимопомощи какая-нибудь, которая уже там сто лет, наверное, люди знают, что такое касса взаимопомощи, то тариф любимый плюс это просто супер касса взаимопомощи. Ни один человек здесь ничего не потеряет, выигрывает все и всегда. Ясно, да? Вот такой небольшой обзор по тарифу любимый плюс. И вот сейчас я передам слово Ирине Азаровой. Хорошо, Ирина, здесь. Я передам слово, она сейчас расскажет немножко о тарифах кооператива. раз, два, три, давайте проверим звук, поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня слышно. Раз, два, три, отлично. Плюсики. Хорошо, вот сейчас я хочу рассказать о тарифах, потому что я вот говорила в начале и Сергей рассказал о том, что существует программа клуба. И в правом как клуба существует один тариф, любимый плюс. Но на самом деле существует много программ. Много программ, которые позволяют, независимо от того, к какому ситуации, к какому социальному кругу вы относитесь, какие у вас доходы, какие у вас расходы, независимо от этого, можно подобрать разные тарифы и разные программы. Вот здесь на слайде вы видите, да, четыре, четыре остальных, скажем так, тарифа, на самом деле их шесть. Да, тариф коллективный, тариф ипотечник, тариф любимый, да, и вот от него как раз и появился такой маленький, маленький, любимый плюс, да, для членов клуба. Тариф антикризисный, существует еще тариф долгосрочный, стандартный и тариф перспективный. Вот, но вот эти четыре основные тарифа, благодаря этим тарифам, в принципе, любой человек может приобрести достаточно быстро жилье, и тариф отличается тем, зависит от того, какой у вас доход, какую сумму пая вы можете платить, и какую сумму вы хотите получить. Потому что, допустим, по тарифу ипотечник, ограничений по сумме нет. Хотите 5 миллионов, пожалуйста, 5. Хотите 2 миллиона, пожалуйста, 2 миллиона. Хотите 7-8, пожалуйста, 7-8. Хотите 15 миллионов, по этому тарифу можно получить 15 миллионов. Если мы говорим, по тарифу ипотечник, по тарифу ипотечник, он возник в 2015 году, то там есть ограничения по сумме. По этому тарифу можно получить сумму только до 3,5 миллионов. То есть, вот как раз он отвечает этому асси-кризису. То есть, получить меньшую сумму, вот, соответственно, там и меньше половины платежи. По тарифу любимый плюс, он имеет свои особенности. Здесь в зависимости от того, какую сумму вы откладываете, там есть минимальная сумма, начиная от 5, 5, 10, 15 тысяч. Но, при том, что вы мало откладываете денег в свои собственники, вы содержите ваших детей, вы снимаете квартиру, вы, может быть, содержите ваших блестарелых родителей. То есть, на самом деле, у вас нет свободы денег в большом количестве. То в этом тарифе любимый плюс, за счет того, что вы активны, просто вы энергичны, за счет этого вы можете тоже приобрести жилье. Ну, и тариф коллективный, он отвечает сам за себя. Собирается маленький коллектив из 10 человек, у которых одинаковые цели, одинаковые желания. То есть, они хотят квартиру все за 4 миллиона, либо за 5 миллионов, либо за 3 миллиона. Вот сейчас собираются в тарифе коллективный группа из 10 человек, которые хотят 5 миллионов получить. Ну, и, соответственно, мы все получили, и будут получать эти деньги. На самом деле, по каждому тарифу можно проводить отдельный, отдельный вебинар. По каждому тарифу можно говорить целый час. А эти тарифы, индивидуальные, их можно комбинировать. Какие-то можно комбинировать, какие-то нельзя комбинировать. Очень много нюансов и тонкостей. Поэтому, еще раз говорю, следите за нашей рассылкой, следите за почтой вашей, потому что каждый раз, когда мы проводим вебинар, вам на почту придет письмо, уведомление. И мы теперь регулярно будем, в последующих наших презентациях, мы будем разбирать каждый тариф отдельно. Поэтому следите, приходите, приглашайте ваших друзей, ваших знакомых, может быть, те, кто пришел, еще думает, изучает, они только, только находятся в клубе. Может быть, те, кто еще не вступил в клуб, думает, потому что клуб, это тоже возможность для кого-то. Но кому-то клуб будет неинтересным. Скажите, что это такое за балабство, за тысячу рублей приобрести квартиру? Мне нужно посерьезно. Я хочу квартиру за 15 миллионов. Когда его нужно будет парить в апотечную? А вы о нем ничего не знаете. Поэтому приходите, изучайте, приглашайте ваших друзей. И вы знаете, в любом случае, для любого человека мы подберем вариант, подходящий именно, именно этому человеку. Именно этому, этому человеку. Вот, что касается тарифов. Поэтому о тарифах в двух словах подробно на последующих фабиналах. А сейчас, сейчас я хочу перейти, наверное, очень волнующей части нашего выступления, нашего вебинара. Вот на слайде вы видите эту акцию от клуба «Зеленая дорога». Да? Вот это та самая акция, про которую рассказывали меня вначале. Но прежде, чем я вам расскажу про эту акцию, я бы хотела рассказать другую новость. Еще более радостную, может быть. во-первых, эта новость связана, конечно, с покупкой жилья. Я хотела вам рассказать о том, что в этом году, скажем так, в этом месяце, на прошлой неделе, в пятницу, в 12-м февраля была куплена через два квартира. То есть я считаю, что это супер новость, потому что всегда мы радуемся для людей, которые покупают квартиры, но тем самым приближают себя тоже в покупке квартиры. Так вот, 12-го февраля была куплена очередная квартира, квартира в Раменском, двухкомнатная квартира. Раменская это подмосферник, двухкомнатная квартира. Поэтому я предлагаю вам поаплодировать. Аплодировать мы будем восклицательными знаками. Вот таким образом порадуйтесь для людей, которые выполнили условия, которые стали счастливыми обладателями ключей в новой, новой квартире. Вот такая у нас новость. В январе, в этом году тоже была приобретена квартира. Вот следующая квартира вот сейчас, вот буквально свеженько из печеных, да, три дня назад, 12-го февраля. Вот, это первая новость. Вторая новость это акция. Все знают, вот кто является членами клуба, о том, что перед Новым годом была запущена акция, да, новогодний, новогодний такой подарок. В акции главный приз 200 тысяч рублей. На самом деле это розыгрыш. Розыгрыш полтора миллиона рублей, полтора миллиона. В этом, эти полтора миллиона, они разыгрываются между, то есть, вот в акции участвует 500 человек, да, но из 500 человек выиграют всего лишь 109 человек. То есть, 109 призов будет, да, начиная от 10 тысяч, и главный приз по пути кисти один в 200 тысяч. Будет один главный приз еще 100 тысяч. И потом уже по убивающей 50, 20 и 10. Розыгрыш, да, розыгрыш этой новогодней акции произойдет 27 февраля, в субботу. Вот здесь указано 12 часов, на самом деле это будет в час дня, да, вот здесь ошибочка, в час дня в классическом комплексе Измайловский корпус Альфа в зал номер 7. Это для того, что розыгрыш произойдет в торжественной обстановке, на это мероприятие вы можете прийти сами, если вы далеко живете, вы можете рассказать своим знакомым, друзьям, которые проживают в Москве, в Московском регионе, что они могут прийти, посмотреть, послушать, пообщаться с людьми, которые придут на этот розыгрыш общенными клубами, клубами, будут люди, которым уже купили квартиры, будет презентация, будет руководство некоммерческой организации женичной оперативы «Зеленая дорога», может быть их увидеть, с ними пообщаться, то есть это пойдет в такой большой-большой праздник, то есть приобщиться к этому празднику, поэтому если у вас есть люди, которые в чем-то сомневаются, не знают, думают, или просто не понимают, что, куда вы влезли, как говорится, да, поэтому я приглашаю, зовите их на это мероприятие, мы со всеми всех встретим, со всем переговорим, я тоже буду на этом розыгрыше, я тоже мечтаю выиграть 20 тысяч. Самое интересное, что ненависимо от того, сколько вы выиграете, 50% от этой суммы вы, то есть эти деньги пойдут вам в спаль, а 50% от этой суммы вы сможете забрать наличные, поэтому человек, который выиграет 200 тысяч, 100 тысяч ему пойдет в спаль, а 100 тысяч он смог забрать наличные, на какие-то свои собственные нужды. Вот, следующая новость, о которой я тоже хочу сказать, но я думаю, что это прям совсем новость, совсем-совсем новость, следующая новость касается ситуация, которая возникла буквально в последний месяц, два-три, скажем так, да, вот буквально в январе, в конце января месяца я разговаривала с одной женщиной, она говорит, чем-то, она говорит, да, все замечательно, Ирина, здорово, такая программа хорошая, любимый плюс, замечательный тариф, но, но, вот я живу в другом государстве, вот у меня такая ситуация, такая-такая, мне бы хотя бы миллион, то есть не нужно два-три-пять миллионов, я не хочу большую квартиру, мне бы хотя бы миллион, чтобы уметь хотя бы какую-то крышу с головой, какой-то минимум, а получается, что у нас практически все программы, они идут от двух, от трех, от половины, четырех миллионов, и людям, которые нужны маленькая сумма, они должны конкурировать с людей, которые могут много откладывать денег, и вот сейчас находятся в разработке новый тариф, я даже еще не могу сказать, как он будет называться, может быть, это будет дополнение к какому-то действующему тарифу, но это будет специальная программа для тех людей, которым нужна маленькая сумма, от миллиона до полутора миллиона, то есть полтора миллиона, это, конечно, большой плюс для тех людей, кому нужна маленькая сумма, они, допустим, расширяют свои, улучшают свои жилищные условия, либо для регионов, где основная жилья достаточно маленькая, вот, плюс, это, конечно, первый шаг, то есть купив жилье за миллион, за полтора, вы потом выбираете сил, как бы в своем жилье, да, оно подкидывает вас энергией, что-то делаете, проходит какое-то время, и вы начинаете расширяться, расширяться, и лежать, но расширяетесь вы маленькими, маленькими шажочками, но, поверьте мне, маленькие шаги ведут большим, большим результатом, поэтому, третья новость, ждите новых, новых программ, как меня слышно? раз, два, три, как слышно? Что-то Ирина выбила, наверное, или? Меня хорошо слышно, да? Угу. Ну, практически Ирина Азарова закончила, и что-то видно там с микрофоном технически, то есть, спасибо за внимание, сейчас я еще в завершение нашего прекрасного вебинара вам скажу, значит, как я говорил, Олег Анатольевич Маслов, он генератор идей, да, и всегда что-то придумал, и вот, благодаря тому, что мы все, многие, которые здесь с нами, те, которые в других городах, те, которые в офис приходят, да, все-таки думали, а как же зарабатывать в кооперативе, практически заработать нельзя, и единственный заработок, это если клуб, который дает возможность заработать, но нереальные деньги, да, Людмила, я отвечу на ваш вопрос попозже, значит, заработать можно только жилье, за счет клуба, за счет клубной программы, тем более, сейчас, любимый плюс, это тариф только для членов клуба, даже член кооператива не может зайти в тариф любимый плюс, если он не будет членом клуба, так вот, создана третья программа, скажем так, как золотой треугольник, вот эта новая программа, GFG, по созданию, называется, потому что Genesis Financial Group, она создана в офшоре, в общем, появился такой зарубежный партнер, то есть, в данном случае, сам партнер практически предоставляет просто возможность использования его платформы, его платформы, его каких-то финансовых рычагов, для того, чтобы могли мы зарабатывать, то есть, во-первых, конечно, на первом месте не сам по себе заработок, да, стоит, а стоит на том, что для нашей, для наших знаний, для того, чтобы нам дальше как-то развиваться в интернете, и необходимы определенные знания, да, поэтому, для того, чтобы эти были знания, людям нужно оплачивать, естественно, мы сами это можем проводить, естественно, этому нужны какие-то материалы, а так как оператив не коммерческая организация, он не может со своего кармана тратить какие-то средства на, даже сайт, сами как видите, сайт по клубу очень слабенький, да, по кооперативу сайт не меняется, там, 10 лет, 11 лет не меняется, то есть, нужно сделать мощный сайт, нужно выходить на рынок, мы и так уже на рынке, уже более 20 стран нас знают, они реально уже в этом, в клубе, то есть, у меня в команде, там, с нескольких стран, да, люди, более 20 стран, так, представьте себе, что нужен мощный сайт, до того, как появился клуб, до появления клуба, об этом никто не знал, практически знали только вот единицы, очень мало людей, членов кооператива всего лишь там где-то 400 с лишним человек, сейчас за счет клуба уже количество увеличивается ежедневно, ежедневно, а членов клуба уже превысило по регистрации более 300, ну, 300, 3 тысячи где-то 200, где-то стало, реальных членов может чуть меньше, но регистрации происходит каждый день достаточно много, так вот, появилась вот такая здесь компания, это треугольник как бы замкнулся, компания, она не имеет никаких финансов, то есть, кооператив не имеет к этой компании никаких прямых отношений, а компания создана таким образом, что мы участвуем в ней, то есть, только члены клуба могут стать, ну, регистрироваться в этой компании, более подробно, опять же, будут отдельные вебинары, более подробно, сайт еще дорабатывается, материалы туда выкладываются, сегодня провели через GFG уже наш, один из тоже лидеров с параллельной ветки, Александр Ичичин уже провел сегодня школу, уже через эту, через сайт компании уже можно проводить вебинары, кстати, вот этой комнатой и пользуюсь, только не напрямую, потом вы будете знать, как через ту комнату проходить отдельно, то есть, что будет в этой, дает нам этот ресурс, это самое главное, будут и финансовая грамотность, и компьютерная грамотность, и достаточно большой спектр каких-то инструментов будут, обучение будет постоянно проводиться, это все будут в записях, будем приглашать известных бизнес-тренеров, каких-то опытных, причем сразу могу здесь сказать кратко, что многие из вас, те, которые решат сами что-то дать свое, то это будет вознаграждаться, скорее всего планируется в этой GFG даже биржа, биржа, на которой каждый может проявить себя, и при этом он будет получать за это вознаграждение, понимаете, но, как видите, в правом нижнем углу 15 долларов, то есть вход сюда 15 долларов, ежемесячный вход 15, естественно, под вами есть активные люди, естественно, вы на месте сидеть не будете, заработки будут колоссально огромные, калькулятор уже создан, я создаю на все программы калькуляторы, все есть, поэтому просчитали, то есть небольшая ваша команда, и вы уже из своего кармана не вытаскиваете деньги за клуб, и даже за тариф Любим Плюс можно здесь начать накапливать, реально, то есть вот коротко об этой программе, на сайте, то есть вы, кто-то уже, многие уже зарегистрировались, мы в конце января регистрировали всю свою команду, где-то более 70 человек сейчас зарегистрированы, но пока не все оплачивают, видно, не понимают, не хотят лишнюю копеечку потратить, но без этого не может быть, сначала надо оплачивать, потом, значит, доступ будет в эту программу, те, которые не оплатят в этой программе какое-то время, там, не знаю, может месяц, они оттуда могут исчезнуть, и потом уже ваша структура поднимется, будет компрессии, поднимется вверх, и потом зайти уже на свое же место уже не получится, а у многих уже есть люди, поэтому выгодно всем, особенно тем, которые, у которых уже 2-3 человека даже есть, уже в этой программе начать что-то делать, потому что в интернете заработков много везде, но они 99% рушатся, в течение 2-х месяцев, 3-х месяцев, максимум года, вот, у меня достаточно большой опыт в интернете, 11 лет занимаюсь инфобизнесом, и надежности очень мало, а здесь деньги выводятся сразу, быстро, специально одна только система платежная, NixMoney подсоединена, так что приглашаю всех, ну, практически я завершил сейчас, так, где почитать, что эта программа дает, какие у нее продукты, ничего в интернете о ней нет, где, да, Ольга, на сайте есть, прямо на сайте, на главной странице небольшая информация пока есть, да, пока есть, все будет, поэтому мы могли бы полностью сделать ее, а потом запустить, ну, так как много было желающих, что запустили программу, уже программа запущена, на сайте программы, а, где программа, да, Ольга, извините, зайти на сайт программы, можно с личных кабинетов клуба «Зеленые дороги», когда мы заходим в свой аккаунт клуба, с левой стороны, у нас есть наша фотография, да, и внизу написано «Обучение и заработок», заходите через данную строчку, она, это, гиперссылка, заходите и переходите на страничку этой программы, там Олег Анатольевич говорит, немножечко, есть небольшая информация, несколько строк, и ссылка на эту программу, все, я ответил, да, на вопрос? Спасибо. Так, я сейчас передаю, для завершения нашего вебинара, я с вами уже, так сказать, могу попрощаться, но я здесь, передаю слово Ирине Азаровой, для завершения, пусть, значит, она скажет, несколько слов, спасибо. Так, раз, два, три, видите, как я сегодня, меня немножко подвела, меня выбила, поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня слышно. Так, отлично, отлично, слышно, и пока я говорю, вы можете написать еще вопросы, и я отвечу на ваши вопросы. Давайте так, пока я перейду к последним, последним, скажем так, минутам нашего вебинара, я отвечу. Где почитать, у Колька спрашивает, что эта программа дает, какие у нее продукты, ничего в интернете не нет. Что значит, сразу оплачиваете, потом рассажете, на каком сайте. Смотрите, в наших личных кабинетах, вот как сказал Сергей, есть ссылка обучения и заработка. Вы приходите по этой ссылке, там есть небольшое описание, этой программы, есть видеообращение от Олега Анатольевича, вы можете там зарегистрироваться, если вас еще не зарегистрировали, потому что мы, большинство наших людей, чтобы они не потеряли металл, мы перенесли автоматом. Вы заходите на сайт, вовнутрь этой программы, пока вы еще не оплатили, вы все равно можете посмотреть всю информацию. Но поверьте мне, что эта программа была написана специально для нас, на юрной дороге, для членов клуба, и посторонние люди, не члены клуба, в этой программе участвовать не могут. Там будет достаточно большое количество услуг, которые вы будете получать. Это юридические услуги, финансовые услуги, в том числе и обучение, это маркетинговые услуги, это обучение рекламе, рекламные инструменты, и так далее, и так далее. То есть эта программа на самом деле заполняется за ваши членские взносы в размере 15 долларов. Даже если у вас нет структуры, вы получите очень большое количество качественных услуг. Но поверьте мне, если вам эти услуги не нужны, вы в любое время можете в этой программе выйти. Там никто никого не заставляет. Понимаете? Так как в магазин, захотел, пришел, купил хлеба, кушаешь хлеб. Не захотел хлеба, ну, значит, не захотел. Вышел из магазина, и все. И то же самое. Так. Поэтому, пожалуйста, зайдите в свои личные кабинеты в клубе «Зеленая дорога», перейдите по ссылке и изучите, пожалуйста, эту новую программу. Ольга спрашивает. Если клуб – это один из тарифов, но что значит положено на числение за приглашение вехать с оплатой вступительной тропы, с ответа. Смотрите, Ольга, клуб – это не тариф. Клуб – это одна из программ. Вот. За приглашение, за приглашение человека в МОЖ, если вы являетесь членом МОЖ, членом МОЖ вы можете стать в том случае, если вы ваших, товарищ любимый КЛУС, то вы действительно, вы действительно получаете начисление, да, вы участвуете в программе лояльности и получаете за это определенное количество по программе лояльности, бонусов, которые можно забрать на личную лояльность, да, это действительно так. Но для того, чтобы вы получили за вашего приглашенного напрямую в кооператив, да, если человек не решил, решил не заходить в большую сразу в кооператив, то вы должны быть тоже в члену кооператива. Если у вас нет возможности, вам в любом случае дается время на три месяца, чтобы вы эту возможность осуществили. Я думаю, за три месяца каждый человек может найти 12 тысяч рублей, заплатить членский взрослый в клуб за 12 месяцев и получить эти бонусы за вашего приглашенного. То есть здесь он все учитывает. Дальше. Если можно, поближе к микрофону. О, вы меня не слышите? Давайте я увеличу громкость микрофона. Так, подробнее о программе лояльности при входе на разные тарифы. Пожалуйста, Владимир Ребадзик. Смотрите, сегодня мы о программе лояльности говорить не будем, потому что, если мы сейчас начнем об этом говорить, мы с вами до утра не разойдемся. Мы до утра не разойдемся, поэтому о программе лояльности я подробнее расскажу на следующем нашем мероприятии. А сегодня, сегодня я покажу Сергея переключить на следующий слайд. Вот, на этом слайде, написано наш адрес, где мы находимся. Находимся, то есть кооператив находится, офис кооператива находится рядом с метро пешей доступности метро Тозаводка. Дорогие мои друзья, вы вот только что прослушали информацию. Кто-то из вас только изучает эту информацию. Но, смотрите, конечно, у всех разные ситуации. Кто-то может платить стабильно тысячу рублей, у кого-то какие-то проблемы, и он не может платить эту тысячу рублей. Именно для этого было придумано, скажем так, заключено партнерское соглашение с этой программой GFG, для того, чтобы вы могли заработать эти деньги. Но, на самом деле, вот вы находитесь, все находитесь в разных ситуациях. Кто-то уже изучил, он уже двигается вперед, он уже вступил в кооператив, он начал укладывать свой собственный пайл. Но не стоите в стороне. Рядом с вами огромное количество людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Подумайте не только о себе, подумайте об этих людях, которые находятся рядом с вами, а о тех, кто снимает жилье, о тех, кто едят в маленьких квартирах, о тех, кто маленькие дети, у них нет возможности детей поселить, у каждого ребенка была отдельная квартира. Кто-то живет в две-три семьи в одной квартире. Вот подумайте, расскажите им об этой возможности. Если у вас нету, вы мало знаете, вы скажите, я ничего не знаю, я сам только вступил, я не понимаю, но мне сказали о том, что здесь это возможно. Давай мы вместе с тобой пойдем, послушаем, разберемся. Вот не проходите мимо этих людей, дайте им шанс. И вы знаете, люди, которые по вашей рекомендации придут сюда, и которые впоследствии через год, через два, через три купят свои жилья, они будут вам благодарны всю жизнь. И вы знаете, вот те чувства, которые вы будете испытывать, когда человек по вашей рекомендации пришел и вселился в свою комнату, или однокомнатную, или какую-то свою квартиру, вот чувства будут вас переполнять. Но отдайте миру то, что дали вам. Но, опять же, люди здесь разные. Вы можете говорить кому-то, кто-то скажет, о, это неправда, пойдет какой-то негатив, вы подумаете, наверное, я тоже что-то сделал не так, вступил не туда, что я буду платить эту тысячу. Я никого не могу пригласить. Вот, вы знаете, мы запустили этот клуб. Почему я говорю мы? Потому что действительно работает большая команда. Да, они коммерческая организация, да, мы не получаем за это деньги. Но, тем не менее, мы живем этой идеей. Я хочу, чтобы как много больше людей получило свое жилье. Я не хочу, чтобы люди влезали в отечественное рабство. Я действительно очень много стараюсь отдать. Никто со мной встречался в офисе, он это видит. Поэтому, ребята, вот даже для тех, кто не умеет приглашать, вот я вас все-таки призываю, разберитесь, даже если у вас ничего не получается. Будьте в клубе, будьте, изучайте это, возьмите какие-то возможности, будьте сами. Потому что каждый раз для тех, даже для самого последнего члена клуба, или члена кооператива, будет программа, будет возможность преуспеть получить свое жилье. Потому что в данном программе, в данном кооперативе не получает жилье только тот, кто уходит. Поэтому, я вас призываю, не пропускайте, платите ваши взносы вовремя, и будьте с нами, и все, кто будет с нами, они все получат жилье, рано или поздно. И задумайтесь, пожалуйста, знаете о чем? О том, что такое жилье, и что такое за цель, жизненная цель покупки квартиры. Вы знаете, некоторые люди говорят, я выполнил в этой жизни миссию, я достиг, я купил своей семье квартиру, я смог, как говорится, что должен сделать мужчина, он должен построить дом. Кто-то говорит, я всю жизнь я могу сказать, что моя жизнь прошла недаром, потому что я смог обеспечить свою семью жильем. А мы говорим долго, долго, это сколько? Это год, это два, это пять, ну пусть даже вы самый неумехов, пусть будет даже самый-самый плохой результат, вы будете к этому идти пять-шесть лет. Но извините, по сравнению с жизнью пять-шесть лет, это же так мало. Поэтому, друзья, я всех призываю, посмотрите ваши счета, оплатите ваши членские взносы, и несите это людям. И поверьте мне, результат придет оттуда, откуда вы даже не ждете. Как это было у меня, потому что я действительно рассказывала людям, у меня ничего не получалось, я никого не могла пригласить. Но, тем не менее, через год, чуть меньше, чем через год, через одиннадцать месяцев вселенной, я по-другому не скажу, да, каким-то невероятным образом, каким-то чудом, потому что все, что происходит здесь, я могу назвать только чудом. Оно привело меня к тому, что в мае месяце одиннадцатого года я вселилась в свою собственную квартиру. Вот на этом я, на этом я заканчиваю нашу сегодняшнюю встречу с большой благодарностью к вам за то, что вы сегодня пришли и с большой надеждой, что мы с вами будем долго-долго сотрудничать и что каждый из вас, я желаю каждому из вас приобрести свое-своё жилье. У кого-то большой, у кого-то маленького, у кого-то будет первый шаг, у кого-то будет уже большой шаг, следующий шаг, кто-то пойдет на расширение. Но поверьте мне, как только вы сделаете первый шаг, то вторые шаги пойдут намного-намного быстрее. Итак, всего хорошего, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok